Всем бонжур, меня зовут Полина, и пришло время поговорить с вами про те книги, которые мы будем читать в 2023 году. Но для начала обязательно похвастайтесь в комментариях, какие книги вы получили в этот праздник. Я же пока сделаю небольшой дисклеймер. Конечно, я чисто физически не могу познакомить вас со всем списком книг из издательских портфелей на 2023 год. В этом видео я расскажу вам лишь про некоторые книги, которые попали в радиус моего внимания и которые, на мой сугубо личный взгляд, не разочаруют читателя, который решит ознакомиться с этими книгами. Что же касается моего канала, в этом году я по-прежнему буду рассказывать вам про хорошие книги, на которые стоит обратить свой взор. Больше информации о тех новинках, которые мы будем ждать в ближайшие 12 месяцев, вы найдете либо в моем телеграм-канале, либо в моем инстаграме. Ну и в целом канал возвращается к жизни, и я предлагаю вам этот Новый год тоже начать с пробуждения. Но нет, не с этого. Представьте себе утро выходного дня. Ваш телефон на беззвучном режиме, в планах только вы, книга и самый вкусный свежеобжаренный кофе. И этим планом суждено осуществиться, поверьте, я знаю, о чем говорю, утро не утро без чашки свежезаваренного кофе. Чего греха таить, я таскаю за собой свою любимую турку по всем городам и весям. Вот все говорят, книга – самый лучший подарок, но в моем случае это не всегда так, ибо велик риск ошибиться. Поэтому, берем на заметку, мне лично можно дарить тести кофе в любых количествах, и я буду счастлива. Тести кофе – это зерна свежих урожаев Африки, Америки и Азии. Это современные системы, которые позволяют сохранить вкус при хранении и транспортировке. А вот по этому QR-коду можно посмотреть процесс обжарки в прямом эфире, ведь все процессы компании максимально открыты. Главное отличие тести кофе, на мой взгляд, от любого другого кофейского из ближайшего супермаркета – это тот факт, что зерна обжариваются небольшими партиями под каждый конкретный заказ перед отправкой покупателю. Вы буквально получаете свежеобжаренный кофе. Если оформить заказ до 13.00 по московскому времени, зерна тут же обжариваются и отправляются к вам. Кстати, доставка от 600 рублей бесплатная, а если вы такой же кофейник, как и я, то вас ждет еще один подарок. Его вы получаете за каждые шесть пачек в заказе. Ну и по промокоду POLINAPARSE в течение месяца вы можете приобретать тести кофе со скидкой 15%. А потом в течение всего 2023 года этот промокод будет давать вам скидку 10%. Больше подробностей вы найдете по ссылке в описании. Переходите, выбирайте свой тести кофе и наслаждайтесь каждое утро. Ну и начать свой рассказ мне хочется с действительно долгожданной книги. С того романа, который мы ждали практически 13 лет. Двенадцать лет ждал! В Аскобане! Это роман Бретта Истона Элиса, который очень долгое время не презентовал нам своих новых книг. Я знаю, что многие из вас оценили роман «Американский психопат». Многие наверняка смотрели экранизацию этой книги с Кристианом Бэйлом в главной роли. И вот, наконец-то, Бретт Истон Элис разродился на новую книгу. Она, вполне вероятно, будет называться на русском языке как «Осколки». Из аннотации мы с вами узнаем, что это билетризированные мемуары о том, как сам Элис учился в старшей школе в 1981 году в Лос-Анджелесе. Вполне вероятно, зарубежные читатели уже с некоторыми главами этого романа знакомы, потому что Элис выкладывал их в рамках такой аудиокниги, в рамках подкаста на своей страничке в Патреоне. Мы же с вами почитаем историю привилегированных школьных друзей, что будут делить свой сюжет с появлением серийного убийцы в Лос-Анджелесе. И тут, хочешь не хочешь, но напрашиваются какие-то вайбы Дарк Академии. И все-таки Бретт Истон Элис учился в колледже вместе с Донной Тарт. Можно об этом тоже почитать на зарубежных сайтах. Многие обсуждают их возможные отношения, которые тогда вот между ними завязались. Но в целом-то авторы, очевидно, идут в одном направлении и рассматривают такие, знаете, утрированные моменты человеческой вседозволенности. Поэтому лично я «Осколки» постараюсь приобрести, как только эта книга будет доступна к заказу. А выйдет она на зарубежном рынке всего вот прям совсем скоро, 17 января. И я очень надеюсь, что в течение этих 13 лет Элис действительно писал эту книгу, работал над ней. У них, в принципе, с Донной Тарт есть нечто схожее. Как-то вот они очень долго запрягают и потом выстреливают. Поэтому, надеюсь, «Осколки» не разочаруют. Ко всему прочему, кстати, часики тикают и у Донны Тарт. Как раз прошло 10 лет с момента выхода ее последнего романа «Щегол». И, наверное, пора бы уже все-таки разродиться на новую книгу. Но пока, опять же, никакой информации об этом нет. Раз я уже запрыгнула на свою любимую метлу Дарк Академичности, то напомню вам, что в этом году Эксмо обещали нам переведенный новый роман Ребекки Куанг под названием «Вавилон». Эта книга уже взорвала зарубежный ТикТок. Потому что там есть все, что мы с вами так любим. «Вавилон» повествует о закрытом учебном заведении, прототипом которого стал Оксфорд 30-х годов XIX века. И в центре сюжета тот самый Вавилонский Королевский институт переводов. Поначалу заведение, которое обладает непререкаемым авторитетом и властью, может показаться раем. Но совсем скоро станет очевидно, что Вавилон, этот институт, — это настоящая тюрьма. И вырваться оттуда возможно только ценой собственной жизни. В общем, надеемся, что Ребекка Куанг, которая не скрывает, что во многом вдохновлялась тайной историей в том числе, написала что-то поистине дельное. По крайней мере, я хочу в это верить. Хочется уже найти для себя какую-нибудь книгу в этом сегменте жанра «Young Adult», которая произведет на меня такое же впечатление, как та же самая Донна Тарт, и многие другие книги. Эту книгу я, кстати, в зарубежном издании пока не находила в ближайших магазинах, а с Амазона что-то заказывать ее не сильно-то меня тянет. Но все-таки надеюсь, что перевод будет доступен в ближайшее, возможно, время, потому что книга вышла, я напомню, еще в прошлом году. Но вот в этом году обещали ее издание, несмотря на то, что Ребекка Куанг сделала «Ить» и из-за действий Российской Федерации на территорию Украины, вообще-то сказала, что больше сотрудничать с российскими издателями не будет. Но, судя по всему, права на издание этой книги были куплены еще до февраля 2022 года, поэтому книга будет доступна для нас с вами. В ближайшее время у редакции Елены Шубиной выйдет невероятная книга, которую, есть такая вероятность, вы уже читали. Потому что автор этой работы Филипп Дятко, он ее вообще выложил, эту книгу, на всеобщее обозрение, но, судя по всему, потом все-таки ее удалил. «Радио Мартын» — так будет называться этот роман, который, судя по всему, будет чертовски актуален, опять же, для российского читателя. Эта книга будет повествовать нам о герое, который живет себе, поживает в тоталитарном государстве. В мире природная гуманитарная катастрофа, люди не имеют права приближаться к друг другу без специального разрешения, тут нужно помахать лапкой Евгению Замятину с его романом «Мы». Также главный герой работает на государственном радио «Россия всегда». В какой-то момент главный герой получит необычную посылку, вернее, это будут письма. Письма подбросят к нему в почтовый ящик, эти письма не дошли в свое время до адресатов, герою придется столкнуться с таинственными, изумрудными людьми, которые прорываются в эфир пропагандистского радио. Ну и, конечно же, будет любовная линия. Я планирую с этой книгой познакомиться в ближайшее время. Спасибо редакции Елены Шубиной, что у меня уже есть электронная версия, поэтому про эту книгу буду рассказывать вам подробно в ближайшие, опять же, месяцы. Но этот роман действительно жду. В свое время я почему-то не стала его читать, опять же, когда Филипп просто выложил эту книгу. Но посмотрим, как это будет. Я надеюсь, что книга не разочарует. И снова о зарубежных новинках выходит тоже долгожданная новая книга Салмана Ружди, которая будет называться «Город Победы». Насколько я поняла, пока еще нет никакой информации, будет ли эта книга выходить на русском языке. Но даже если будет, то, скорее всего, не в 2023 году. Вполне вероятно, в 2024-2025. Но все-таки этот роман, мне кажется, будет очень даже монументальным. Ведь это история, главным героем которой будет тот самый город. Но параллельно с этим есть и менее, так скажем, главный герой. Это девушка, которую зовут Пампа Кампана. Она живет в XIV веке и на юге Индии встретит богиню, которая, собственно, залезет в Пампу, и таким образом эта девушка станет сосудом для божества. У нее будет вся сила этого божества, и тогда она создаст новый мегаполис, который будет называться «Городом Победы». И Пампа также обретет долгую и, возможно, не самую счастливую жизнь, потому что в течение 250 лет она будет наблюдать за происхождением, рождением и развитием цивилизации в этом городе. Мне кажется, сюжет чертовски интересен, поэтому я надеюсь, опять же, что смогу с этой книгой познакомиться как можно скорее, потому что Салман Ружди – это действительно большая фигура для современной литературы, и очень интересно, будут ли там какие-нибудь отсылки к происходящему, потому что весь магический реализм, приверженцем которого и является автор, он все-таки регулярно дает о себе знать в его книгах. Что же касается отсылок к реальности, их мы точно найдем целую кучу в новой, прекраснейшей работе Мишеля Уэльбека. Книга будет называться «Уничтожить». Я уже готова вас обрадовать, она выйдет у издательства «Корпус» в русском переводе. Судя по аннотации, мне показалось, что этот роман будет напоминать своего рода, если не продолжение романа «Покорность», то как будто бы его брата-близнеца. Действие романа будет развиваться в 2026 году, и Уэльбек поделится своими фантазиями о Франции будущего. Макрон затеял своего рода перестановку места. Жан-Марии Лепен, 99, но она будет продолжать утверждать, что газовых камер не было. В моде будет языческий культ Вика и прочая прогрессивная, как будто бы магия. Ну и, конечно же, нас с вами ждут загадочные террористы. Я уверена, будут омажи в сторону религии мусульман, потому что Уэльбек без этого, наверное, не Уэльбек. Посмотрим, почитаем, но эту книгу я тоже жду, потому что Мишель Уэльбек – это один из главных современных французских авторов. Наш, опять же, как я уже сказала, современник, и всё, что он делает, достойно внимания. Хотя последняя его художественная работа «Серотонин» меня несколько разочаровала. Лелею надежды, что уничтожить будет поинтересней. Ко всему прочему, его покорность мне действительно очень понравилась. Этот роман в своё время заслужил отдельный ролик на моём канале, и это было очень и очень давно. Поэтому возлагаю надежды. Из радостных приятностей у издательства «Азбука» будут переизданы книги и романы Ивлина Во «Пригорошня праха», «Мерзкая плоть» и «Упадок и разрушение». Собственно, три его главных работы, на мой сугубо личный взгляд, которые я очень люблю, под одной обложкой. Что касается Ивлина Во, он действительно один из главных стилистов прозы прошлого, и поэтому, если вы вдруг по какой-то причине с ним не были знакомы, обратите внимание на это издание. Жаль, что в эту книжку не вошла незабвенная, но я уверена, её тоже можно приобрести отдельным изданием. Герои Ивлина Во всегда представители разных классов, но они объединяются некой фатальной судьбой. То есть неотвратимый рок всё время их преследует и толкает их зачастую на какие-то непонятные и, возможно, спонтанные, не самые правильные и добрые поступки. Поэтому рекомендую вам познакомиться, но, опять же, рекомендую начать с незабвенной. Если вы до этого с Ивлиным Во как-то не пересекались, попробуйте незабвенную. В этом романе огромное количество отсылок к ритуальным агентствам, потому что главный герой непосредственно работает в ритуальном агентстве, но, сразу скажу, это никоим образом не напоминает «Чёрный обелиск». Это совершенно другая история, связанная, опять же, с другими реалиями. Ещё одна книга, которую я точно жду в этом году, ровно как жду и беседы с автором этого романа, это книга Шамиля Идиатулина. Название книги «До февраля». И вы, конечно, сразу можете дать себе какое-нибудь развитие фантазии, можете придумать какой-нибудь сюжет, но я вам скажу, что это будет книга про серийного убийцу, и там будут отсылки к реальным преступникам. Посмотрим, что будет. Честно, пока сказать даже нечего, я толком ничего не знаю, кроме того, что да, это будет триллер, возможно, зная Шамиля, это будет психологический триллер, и в целом очень жду, очень жду качественный, добротный детектив. Мне вообще нравится, что делает Шамиль, он всегда разный в разных своих книгах, и при этом детективов, ну, детективы его тоже очень хороши. Если ту же самую книгу «Бывшая Ленина» записать к таким социальным детективам и триллерам, то это точно буду ждать. Ну и вы все, наверное, ждете от меня информации про новый роман Ханьи Инагихары. Целый год занимает работа над этой объемной книжкой, но она все еще планируется, несмотря на то, что, опять же, сюжет этой книги никоим образом не может как-то коррелировать и даже, не знаю, соотноситься со свежепринятым, все еще свежепринятым законом о пропаганде ЛГБТ, потому что в этой книге содержится три, по сути, повести. Эти повести между собой связаны, каким образом, пока вам не скажу, но некоторые моменты, конечно же, кидаются в глаза. Я этот роман читаю, читаю очень медленно, потому что читаю на английском, но все же. Сюжеты этих трех повестей будут разворачиваться в альтернативных вселенных. Там есть, конечно, знакомые черты, но есть и необычные. Например, в 1893 году, это первая повесть, там разрешены однополые браки. Инагихары, по привычке, судя по всему, затрагивает знакомые темы самоопределения, социального неравенства, но из новых вопросов – это теории заговоров и некоторая конспирология, связанная, судя по всему, с какими-то мыслями, появившимися у писательницы во время пандемии. Что я могу сказать пока по прочтению практически половины этого романа. Это хуже, чем «Маленькая жизнь». Это не дотягивает до уровня романа «Люди среди деревьев». Но Инагихара, как всегда, бьёт в темечко, как всегда есть персонажи, которым очень сильно хочется сопереживать, но при этом вот в моей личной градации этот роман пока не дотягивает ни до «Маленькой жизни», ни до «Людей среди деревьев». Посмотрим, дочитаю, конечно же, вам расскажу. Что касается издания на русском, я точно знаю, что издательство не планирует пока отказываться от издания этой книги, я точно знаю, что, я даже не знаю, можно ли мне это говорить, но, в общем, обложка русского издания на согласование у писательницы и до последнего, до последнего выход романа будет планироваться, пока кто-нибудь не придёт и не скажет, что нет-нет-нет, ни в коем случае нельзя. Поэтому будем ждать, надеяться и верить. Ну и вот, я вам рассказала про те художественные книги, которые жду в этом году, и теперь нырнём в нон-фикшн. Нон-фикшн всегда выходит очень кстати. Если вы помните мои обзоры за 2022 год про лучшие книги, про прочитанное, то вы точно заметили, что я очень много нон-фикшна читала в прошлом году. В этом году я планирую больше всё-таки обращать внимание на художественную литературу, хотя и про качественный нон-фикшн не буду вам забывать рассказывать. И начну я уже сейчас. У издательства «Новое литературное обозрение» выйдет книга для всех поклонников «Барахолок». Это незаметные истории или путешествия на блошиный рынок. Записки дилетантов. Авторы книги Игорь Нарский и Наталья Нарская. Они сами большие поклонники таких рынков. Как они сами пишут, сегодня такие блошиные рыночки конкурируют с интернет-площадками, но всё равно остаются хранителями материальной памяти. Поэтому посмотрим, что же там будет, каким объёмом и масштабом своей любви к подобным местам поделятся авторы. И я уверена, там была проделана грандиозная работа, которая расскажет именно про историю блошиных рынков, возможно, даже про их возникновение. Сто процентов там будут омажи в сторону знаменитых блошиных рынков. Мы знаем, что такие есть в Париже, в Тбилиси, в том же Санкт-Петербурге. Рынок на уделке – это вообще любовь. Ну и посмотрим, посмотрим, почитаем. Очень жду, очень надеюсь, что книга не разочарует. Очень сильно ждём «Немецкую осень», которая выйдет в издательстве Ивана Лимбаха. Автор этой книги вам уже знаком по небольшому роману «Остров обречённых». Стик Даггерман в 1946 году по заданию газеты отправился в Западную Германию, чтобы фиксировать и освещать жизнь страны, разрушенной войной. Ну и тут хочешь-не хочешь, но напрашивается наше «Бесконечное. Ах, как актуально». Судя по всему, эту книгу ждём в начале 2023 года, знаю, что перевод уже завершён, и очень надеюсь, что эта книга не разочарует. И, честно говоря, очень надеюсь, что с точки зрения оформления она также будет напоминать «Остров обречённых», потому что эта книжка была просто му. Ну и стоит отметить, что Стив Даггерман известен своим психологизмом, известен тем, как глубоко он может залезть в душу человека, даже если это его персонаж. Поэтому надеюсь, что в своих журналистских работах он тоже не потерял эту свою черту. Ну и совсем-совсем скоро у издательства «Альпина» выйдет книга, которая называется «Конец режима». «Как закончились три европейские диктатуры». Автор этой книги Александр Баунов, который, вполне вероятно, вам знаком, потому что в прошлом году выходило его интервью у Юрия Дудя. Автор расскажет, как закончились три последние диктатуры Западной Европы. Режимы в Испании, в Португалии и в Греции. Почему граждане в конечном счёте предпочли демократический строй авторитарному, об этом и во всём расскажет Александр нам в книге, когда мы будем с вами её читать. И я готова поспорить, что эта книга будет оказывать терапевтичный эффект. В целом, подобный опыт очень даже будет кстати. Обязательно напишите в комментариях, какая книга из этого списка вас заинтересовала. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и на инстаграм, потому что там я как можно оперативнее буду вам рассказывать про свежие книги, на которые стоит обратить внимание в 2023 году. Очень надеюсь, что вы неплохо отметили Новый год, что хотя бы на толику секунды вам показалось, что праздник к нам приходит. Я же на этом буду с вами прощаться, но мы с вами ни в коем случае не теряемся. Все необходимые ссылки вы находите в описании, следуйте туда. Ну и будьте активны на канале, пишите комментарии, пишите вообще, и мы с вами будем и дальше читать вместе.